Программа «Из глубины» А ты будешь там хлопать? Да, обязательно. Я на мусторе езжу на съемки там, блядь. Паш, хлопни, ёб ты, я так и не понял, нахуя это. Ну, у него же тайм-кода нет между двумя камерами, и он как бы на... Чтобы они одновременно, да. Да. Ну, чтобы ему что-то помонтировать. Теперь я понял. Звук сейчас выключу. Я не отношусь, сразу тебе скажу, к хейтерам Пашу Техника. Просто потому, что я считаю, что ты как живешь, так и живешь. Ну, безумно крутой чувак. Это, блядь, ну, не отнять прям. Мое искреннее мнение. Ну, как бы можно где-то в компании пошутить, там, блядь. Иди к Пашу Технику, там, знаешь, еще что-нибудь такие подъебы. Ну, как бы не про меня, я считаю, что ты пизда-то чувак крутой. А после того, как я посмотрел с тобой выпуск программы «Вписка», где ты прям, блядь, по полочкам все разложил, то, что хотел. По крайней мере, для меня я все вопросы, которые искал, нашел. Я считаю, что ты реально очень крутой чувак. Я уже не боюсь, в принципе, ничего. Если меня, ебные, кто-то хочет, да пускай меня уебут. Знаешь, это неизбежно, блядь. Просто за сто. За то, что я прикалываюсь. А не на серьезе, ебта, хаслю. От души. Ну, начать хотел бы интервью не с Паши Техника, а с Паши Ивлева. Вот расскажи, в какой момент ты был Пашей Ивлевым, в какой момент ты пошел заниматься творчеством? Ну, с девятого класса где-то. Это какой год? Ну, надо отнять... Какого ты года рождения? Я 84-й. 84-й. Значит, это был год 97-й, наверное. Ну, да, 98-й, 97-й где-то так. Потому что в 2000-м я уже научился хуярить музыку на Фределупс. А, то есть ты сам пишешь то, что ты битмейкер? Да, но у меня же ровно. По статистике выгуси в муке. Ну, я сейчас использую чужие. Ну, мне лень нету. И, короче, блядь, я... Ну, у меня получилось, там, прозвали, но я еще занимался грязью всякой в те времена. Почему-то получилось так, что по прозвищу техники... И, как бы, я не стал заморачиваться, там, выдумывать МС, там, Василий, там, МС Павлов. Все-всякие вот эти... Да, да. Схитровыебанные... Да, да, МС Ивлев приехал там в город, блядь. Ну, все проще, блядь, гораздо. Ну, любовь к рэпу, она как появилась? Да, я вообще, вот, я слушал в школе дэдметал, блэк метал, блядь, и... Я не знаю, этот, ну, даже не мода, бля, у нас не было даже в школе такого... У нас был вообще вот в школе хоккей, блядь, ну, гонять за мясо или за... Рыба! Короче, Динам, да, вот, прям пиздец там. У нас вообще вот в Лефортово пиздец. А рэп потом что-то как-то пошло, блядь, что-то хуй знает. Я вот этот просто, вот момент... А, меня на второй год же отставили, блядь, в десятом классе. И вот тогда рэп начался уже такой конкретный. В десятом классе это был как раз... Это год девяносто девятый. Ну, где-то так, да, меня оставили... Ну, там же, да, как раз эти... Эти, не бит-битвы, ну, да, бит-битвы там... Ну, всякие, да, вот эти уже... Он стал массовым, блядь. Это сейчас ты можешь стать рэпером, блядь, за две минуты, нахуй, вон, паблики, маблики, все проплатил, блядь. А раньше журнал хип-хоп-нфо, блядь. И вообще, я не знаю, как вот люди узнавали о концертах. Я вот вообще узнавал, ну, не из интернета, а так кто-то говорит, там, вот, там, такой-то хуйкин... Флэйра. Ну, флэйра, да, флэйра раздавали. Ну, блядь, раньше вообще все примитивно было. Ну... А может и круто было, потому что люди пытались найти где-то информацию? Как ты считаешь? Да, конечно, круто было. Я просто иногда хуеваю, когда какой-то пиздюк, ну, я не буду называть имен, потому что, как бы, знаешь, обижаются на меня, блядь, многие. Хотя должны понимать, что свое место, как бы, потому что они говно, блядь, а собирают народу, как бы, до хуя. То есть я, например, по-разному собираю, я могу и полторы тысячи собрать, а могу, блядь, 150. Зависит от рекламы, это раз, от города, блядь, и вот проще. А от информационного повода какого-нибудь? Ну, конечно, ёпты, если вот, блядь, у меня же полу... половина пиара, блядь, такого пизды мне там дали, ну, ты знаешь же эти все. Паша Техник, прозвище московского андеграундного рэпера Павла Ивлева, о существовании которого сегодня узнали очень многие, далеко за пределами хип-хоп-субкультуры. И вовсе не благодаря его концертной маске «Черной обезьяны», а благодаря выложенному в широкий доступ видеоролику из Воронежа. На нем Ивлев получает по неприкрытому никакой маске и лицу несколько ударов. Били, что интересно, не только голыми руками, но и резиновым пал-имитатором. Варвара, Вародишский, мы же спецназовцы, ёпта, блядь, ну, я ничего не буду говорить, пизду, а то еще обидятся опять, наверное, что-то не так. Не, ну там как бы люди разделились как раз на два лагеря, те, кто считал, что правильно поступили, и те, кто сказал, что вы, блядь, окружили человека. Когда им звонил этот, как его, пранкер этот, Вальнов, они же не дали ответа никакого. Он был, он был, его друзья стояли. Я стоял один, нахуй, и сказал этому педику, говорю, давай, ёпта, нахуй, раз на раз, раз все такой. И мне было похуй там. А там стоят, блядь, с битами, ёпта, а этот втирает, блядь. Там было всего наш 14, и то и вдвое с камерами. Ну, пиздец. А я всех там, этот, который, как его, Владимир, что ли, в паленой шапке и Стон Айленд, блядь, просто что-то меня пытался с меня спросить, типа, а ты кем сидел, блядь? Хотя он спецназовец, то есть красный с меня спрашивал. Извиняйся сейчас, на камеру, извиняйся. Извиняйся, на камеру. Блядь. Перед Мишей Малашей, перестань, перед моей мамой, сука, лично. Черт, да ты написал. Ты просто Роме Жигану, привет, быстро извиняйся, внятно, четко, на камеру. Интересная история, ну, блядь, я не знаю, они там, типа, нас было, мы хотели, чтобы его просто, он не мог там скрыться, как будто я бегаю, я никогда не бегаю, нахуй, я пожалел, что я не взял с собой ствол или нож, блядь, я прям, ну реально, а вебать ему, ну меня бы отпиздили, блядь, они, че, нахуй. А зачем закончилось, там на видео ничего нет? Че, маску они забрали, маску и гондон этот, блядь, сам, я думал, гондон хоть оставят, я на концерте бы, попрекался, они гондон забрали этот, ёпта, я не знаю, ну, видимо, нужен. Мел ценности. Мел ценности нужен был, я в Воронеж приеду, я не знаю, они там, блядь, типа, давай, давай, блядь, ну, этому вольному говорят, да пусть приезжают, блядь, они не понимают, что если приедут, приедут люди серьезные, блядь, серьезных фирм, и расхуярят, там, похуй, спецназ, там люди КМС-тики по тайскому боксу, как у спецназовец, ёпта, блядь, въебут сапоги, улетят, нахуй. Не очень как-то хорошо получилось напасть толпой на человека. Итог ты, ёбаный, рот-то закрой, слышь ты, вател, ему зерен, пусть он заткнется. Гандила, блядь. Пшена ему на сутки, Ну, никому не нужно это, мне не нужно, я зла не держу, просто они показали себя педиками дешевыми. Если бы он один ко мне подошел бы, блядь, и вот то же самое бы сделал, я бы, блядь, его бы вожух, а то потом он мне там на ринге на каком-то предлагал. Я говорю, а что ж ты, мудак-то не согласился тогда там, на снегу, ёпта, там, стрит-то лучше, чем на ринге с поддержкой, и, блядь, друзей, там, своих этих, блядь, тоже какие-то, блядь, они, не знаю, мне кажется, они даже шавки, блядь, такое ощущение. Ты знаешь, если мое мнение хочешь относительно этого случая, я считаю, что если бы действительно была какая-то прямо предъява, серьезная обида, подошли бы без камер, без всей хуйни, блядь. Конечно. Дали бы пизды, ну, если... Пизды дают, как накрывают, ёпта, без камер, пизды, вот, блядь, человек нужный, отхуярили, уехали, ёпта. Показательная сыграла на тебя, аж, да, а мне в плюс, и я хуя, когда мне говорят, да, все заебись, а этих хуесосят. То есть, понимаешь, я не мусорнулся, например, я мог бы пойти мусорнуться, но я не такой, блядь, спокойно пойти, там, снять, там, эти побои, там, дешевые, вот, что у меня там, глаз там, он, типа, а так-то, нихуя, хуйло какое-то, блядь, если ты не приедешь и откажешься на мои условия, остается в силе то, что тебя найдут люди и тебе переломает все, что только ломается на твоем теле. Не, я че, ну я понимаю то, что я ебу ему, я ему в ебу, да, может, он даже свалится, но заднее-то окружение, оно стоять-то не будет, а ебитыми я не хочу получать, а кто меня привез, они вообще убежали, вот чем прикол, я-то выхожу, мне похуй, и все, и началось это все из-за хуйни, я ничего не писал никому, мне пишется какой-то мудак, просто, типа, ты че там настаиваешься, я думаю, че за лох-то, и говорит, у мамы ебал один нахуй, а у него все, у него крепанулось, там, взорвало, люди, которые, типа, по понятиям живут, хотя сами красные, ну, парадокс России, еб ты, что-то, мне втирает, блядь, спецназ, за зону черные, это вообще нормальный, блядь, ходит, он бы мне еще за мультики рассказал, или как рэп читать, или как правильно Александр Санек, да, Александр Санек, вообще научиться накрывать людей, не так, просто там водила ступил, можно было вообще на них поехать и приколоть парочку, а он обосрался, блядь, остановился и выбежал, блядь, еще, я такой, ну, еб твою мать, что ты нахуй, а я один, понимал, ко мне пришли, ну, че ты, че ты, че ты, че ты, я, блядь, думаю, вот пизда, а если бы у меня сзади было бы 15 человек нормально, там, с Капитал, с кого-нибудь, они бы чокали бы, он бы, они бы другой разговор был бы, по душам, такой, вот, он не прав, он, он не прав, он, 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 чашечка чая, обязательно, там, с мизинством, это строго, блядь, но пацаны выбрали пацанские, они тем более взрослые, у них, блядь, то есть, ну, Воронеж, я не знаю, давай забудем про Воронеж, хер бы с ним, Воронеж, город хороший, просто есть в каждом городе своя, скан такой, непонятно, ну, эту тему уже все мусолили, даже, да, это старая, тем более, им только в плюс, блядь, вот, смотри, значит, занимался ты, начал писать биты на компе, как получилось, что, ну, контейнер первая группа была, или нет? Да, сразу контейнер, назову, у меня, там, как получилось, я фрутилупс, ну, осваивал, охуевался сначала, а потом, короче говоря, просто, ну, еще раз его как-то скачал, ну, начал просто пробовать, ну, мне тогда нравилось делать, сейчас я не люблю делать музыку, я играю ее, допустим, там, рейв, я и на рейвов, там, ну, всякую хуйню, но, блядь, я деду не люблю ее, потому что, этот процесс, блядский, хотя сейчас этот лоджик, там, на нем все легко дедуется, но, я на футилупсе каждую бочку там выставляешь, блядь, все выслушиваешь, все, что надо, хотя у меня нет ни образования музыкального, я ни хуя вообще, просто у меня куча сэмплов была, охуенка, какая, там, чувак передавал у меня, блядь, я прям, загружаю там, индийские, нахуй, нарезал, блядь, зарядил, битов, блядь, куча, хуяк, потом жесткий диск посыпался с битами, я, блядь, доебал я в рот, нахуй эту музыку, ну все равно, 4 альбома я делал сам музыку, сводил, в контейнеры, да, в контейнеры, а как образовался контейнер? у меня сосед напротив, я что-то как-то вышел дунуть, блядь, а он помоложе меня, я говорю, ну что, Андрюх, ты куришь там, типа, а мы так с ним не общались особо, он такой, а что, типа, я говорю, ну что, трава, еб-то, что, еб-то, с трубкой вышел, что, табак был с моей, короче, мы с ним курим, но он, блядь, со второго напасту уже бледного ловит, говорит, я, наверное, домой пойду, ушел нахуй, короче, домой, я покурил, ну ладно, и потом он мне что-то звонил, в дверь, блядь, а мы в пятиэтажке, такой, слушай, а можно вот этой хуйни, типа, блядь, попробовать еще, типа, понравилось, все, ну, а он такой человек, блядь, смешной, у него лицо еще на Михея похоже, вот, я его Михеем всегда называл, и, короче, я говорю, слышь, старина, может, рапанешь, а он такой, да не, не, а я уже тогда, как бы, микрофон, стойка, вся хуйня, писался вообще, блядь, в этот вот, блядь, системный блок, вот наподобие, такого, блядь, то есть там звуковуха, саундбластер, креатив, там, 16, 16, да, нормально, микрофон у меня был, этот, епта, шур, не помню какой, конечно, пиздец, но потом он начал, вот давай, просто мне понравилось, я не люблю, когда в музыке, в рэпе, вот слова, вот эти вот, заебанные, блядь, ну, стандартные, да, вот это, там, танцуем синий, минимал, ну, вот это, блядь, я люблю, вот эти, пидерсы, там, ну, блядь, интереснее, которые редкие, и они сразу слух режут, блядь, а он прям подавал тексты, то есть мы-то тексты писали, я комп врубаю, но этот, но этот открыл, блядь, и напечатаю, ну, как бы, музыка играет, я там напечатал, начало там строчку, он какую-нибудь хуйню добавит, и, блядь, добавлял, всегда, такую пургу, там, кошачьи бациллы какие-то, анальная инъекция мертвого бизона, блядь, в стадии аутолиза, там, что-нибудь в этом духе, ну, блядь, вообще здравый мозг не может такой придумать, и я его за это ценил, как бы, но потом, как бы, блядь, мы выступали, и деньги никогда не брали, вообще выступали просто спокойно, вот, блядь, по клубу ходишь, тебя никто не знает, блядь, почти. А до какого периода, то есть это с какого, с 2000-го года, да, вообще первое выступление было в 2005-м или 2004-м, у этого, была группа «Дымовая завеса», с ним, да, вот он, я как-то с ним не помню как, как-то мы через CQ, блядь, общались, вот, и, короче, он пригласил, говорит, там, если что, на разогрев, мы приехали, ну, считай, первый концерт был, вот, а потом, ну, никаких денег, естественно, я даже вообще не думал, что за деньги, блядь, за такую хуету, по фану как бы, не, конечно, я понимаю, я контейнер нажал, потому что говном делаю, изначально, я не стараюсь, я никогда не буду там, блядь, что-то там вот эти люди, бэки, эйры прописывают, там что-то не так, нотка, блядь, он там старается, тексты, блядь, сидят, пишут, я, блядь, текст могу за 20 минут написать, блядь, хуительный, с рифмами, не такими, блядь, я просто еще и рифмовать люблю, ну, не как вот квадраты, блядь, как вот эти уебаны все, на версусе там, на прочие вот эти квадратники, а, блядь, рифмовать там и на суффиксы, и на всякую хуйню, ну, то есть, блядь, так интереснее звучит, это как бы с Америки, в Америке, он наименем, у него, блядь, каждая это звучит, в рифму, слово, да, и смысл есть, а Оксимирон, у него тоже все рифмуется, малолетка, вот это, ей похуй, про меня пишут, что я истерично читаю, конечно, ебать, я живой, а, я третийсортный поэт, они просто идут за хайпом, за движухой, то есть, меня вот, поменять местами, вот я вот то же самое делаю, только я вот на этом месте, меня по телеку показывают, я там, блядь, мой твиттер, блядь, на новом рэпе, то, что я написал, ой, что-то посрал, все они хуево, это выкладываются, зачем-то, такую хуйню, блядь, ну, долбейбизм, смотри, 2005 год, выступление, это все контейнер, как бы, серьезная группа какая-то, которая, как это называется, ну, вы обретали своих слушателей, да, нас ценили за то, что у нас была музыка, на тот момент, очень охуенная, ну, потому что, блядь, нам делать с Канады, чувак, ратш, биты, а он до сих пор делает, он, блядь, делает, ну, блядь, оригинально, то есть, никакая-то половина, битмейкеров я мало могу выделить, Lucky Production, у нас есть, Lucky, он нормально делал, малое у него все впереди, он прогрессирует, а остальные делают хуйню, а половину вообще пиздит, блядь, я просто слышал, блядь, ну, петля спизженная, и мне он что-то пытается втереть, что этот бит там вообще авторский, ебать мой, хуй. Потом было время, когда ты присел. Ну, пришлось присесть на корточке, да, там в 2009-м мне. В 2009-м? Да. А что произошло? Ну, я, честно говоря, я не знаю. Продажи там наркотиков, ну, как наркотиков, гаши, наркотиков, то я мудак. Ну, понятно. Понял, да? А за 4 грамма 6 лет, ну, это вообще пиздец, по-моему. А, тебе 6 лет дали? Да, но я 4 отсидел. 4, и вот, когда ты вышел, тебе... Это, во-первых, дало, вообще, когда я сел, это уже дало хайп, я охуел, мне звонил, мне говорят, тут пиздец, там вообще концерты, Кровосток выступал, там, какой-то благотворительный концерт. Да, я охуел, блядь, даже Кровосток, блядь, я просто на тот момент, как бы, ценил, ну, вообще, как бы, до сих пор уважаю эту группу, блядь, но... Мне дэшку грустно, но я совсем не грущу. А тогда они вообще, ну, такие андерграундные... Да, 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 их-то хуйни, а они тут раз, и там, блядь, там что-то не птаха, пять плюх, ну, короче, все поддержали, блядь, но потом уже хуйня это, ёпта, блядь. Мне стало приятно, конечно, но я не верил, думаю, кому я нужен, мы неизвестные вроде были андерграунд, а оказалось, потом освобожаю, что вот это все дало такой мелкий толчок к этому ёбаному хайпу, потом поехал, я на трафик-студию к пацанам из рыночных отношений, которые двое сейчас сидят, двое сдали, пацанов ходят по улице, нормальные. А подожди, а кто из них сидит? Бразилец и Ост, они сидят, да, а вот румяные и сытые их отпустили, так как они сидят, ну, там свидетель обвинения, там. Понятно. По красоте, друзья, короче, оказались блядями, получается, то есть с кем-то терли, ну, как у меня, меня же тоже сдал чувак, я пять лет с ним, блядь, там, дело-отделали, а у меня в итоге втрепал, так что я влюбил. Ну, типа его сначала, да, поймали? Естественно, а он-то дрозд, блядь, там, малолетком, блядь, просто раскидывал, блядь, и всю малину испортил, но, может, это к лучшему, потому что потом, я понял, нахуй, банчу, ты же второй раз сесть, блядь, это вообще пизда, я просыпаюсь, блядь, мне сниться, в Карелии же был, блядь, она красная, она отвратительная, там. Красная, это значит, мусорская? Да, и активисты там правят, хотя активы отменили, там активисты правят, дубинками бьют, активисты что значит? Ну, активы, зэки, которые работают на милицию, да, то есть, они как бы пытаются ломить, руками зэков, все происходит, а им дают просто, а я тебе установку, там, там, въебать надо, вот это, вот это, там, нарушение, у меня вот тоже там, какие-то саны находили, блядь, там, в тумбочке, что-то не так лежит, все, бля, выговор, три выговора, изолятор, в изоляторе пизда, там, хуярят так, что потом второй раз туда, блядь, неохота, там прям пиздит, помогите, хулиганы зрения мешают, там, пиздит вообще, в карантине, везде пиздит, везде всегда, там вообще, сейчас, вот я читал сегодня, вдруг, мы с ним вместе сидели, скинул, там, жалобу опять, новое, сейчас вообще там пиздец, то есть, я еще сидел в Малиннике, я спортом там заниматься начал, я же до этого вообще, даже штангу-то в руках не держал, там, там, на брусьях, я бы, ни хуя не мог сделать, подержался, подержался, руки, блядь, потряслись, потом я занимался, считай, четыре года там почти, вот, ну, а что еще делать? да, мне, там, ну, уже связи, хуязи, то есть, там, смотрящих нет, там, завхозы, у тебя там, завхоз отряда, ну, я с ним допиздился, там мужик здоровый оказался, хотя сидел 13 лет уже, и по идее должен быть такой кровожан, а он такой, говорит, блядь, ну, я вижу, говорит, что, блядь, типа, у тебя, а там такая хуйня принято, явки еще выбивать, то есть, я говорю, а я же не местный, мне похуй, что, я типа в Петрозаводске спиздил, у бабульки, блядь, это кошелек, ну, блядь, у меня мусора там пытались скрепить, ну, это хуя, и он говорит, блядь, да все нормально, говорит, старичок, ты просто, если что, финансово сможешь помочь, я тебе, ну, тоже помогу, потому что я, там, уборка, вот это вот, то, что он неприемлемо, я и как бы, нахуй, от этого отошел, то, что пиздец, блядь, а убираться, типа неприемлемо, да это пиздец, ебать, для этого шныри есть, который, дайте ему ведро и тряпку, пусть твои шестерки поумоют, ты и есть шестерка, откажешься, будешь ночевать в петушином кутке, а там, там у тебя график, блядь, и каждый в отряде, вот сто человек в отряде, и три, каждый день, три разных, один туалет, туалет, это вообще пиздец, туалет убирать, сколько стоит отмазаться, но там получалось, да я ему как бы, знаешь, там получилось, что мы за ремонт, ну на ремонт зоны, блядь, там же все, зэки со своими руками, это же как казенная, ну, хуя, структура, да, структура, то есть не выделяют деньги, и они делают там, и кролики, блядь, там, и петухи там, крякают, кричат, и с петухами за один стол сажали, у нас там скрывались, там, творили хуйню вообще, а сейчас там вообще не знаю, что, прочитал, я так думаю, ёпта, чувак, говорит, в жопу выебали, черенком от лопаты, ёпта, нормально, блядь, да, звать мы его будем, плевок, да, вот такая вот веселая хуйня, и сейчас так уже во всех почти зонах практикуется, поэтому, выебать черенком от лопата? да, или дубинка, или, или пидор ебет, ну, опустить, короче, все, и ты уже, и ты уже, да, или на видео снять, сцена, вон, видосов ездили, в Екатеринбурге, там, раздвигай жопу, в жопу суд, ну, нормальный чё, ход, ёпта, шляпу носил на буте, носил, так кто такой, ну, какой гребень, ты натуральный гребень, ты, сука, не позарь, нахуй, ты понял, ты, чепуха, блядь, ну, блядь, ну, сраку покажи, не дырявая, не, опа, для потом, как так получается, что пидор дотронуться, там, или рядом сесть, это зашквар, а ебать его в жопу, типа, как бы, не мог ответить, не могу ответить на этот вопрос, потому что самому непонятно, я один раз пошёл, там, ебали, я охуел, блядь, запачку оптимы, там, сам подходит, просто пидор предлагает, да, после отбоя говорит, а там, пидор, это новость, да, не, ну, там, понимаешь, пидоры, которые, всё, от них отказались, они, там, блядь, люди, которые девочку изнасиловал, убил, там, глаза выколол, ёпта, и, он уже пидор, там, начиная с тюрьмы, блядь, то есть, просто лагерь, красный, в чёрном лагере, это вообще, он бы там, блядь, с такой бы ходил, там ещё у нас втихоря так делалось, и то, стучат, все стучат, блядь, мы с тобой там обсудили, что-то, я нечаянно там тебе про телефон сказал, мобильный, всё вызвали в штаб, бля, опера, чё за хуйня, откуда телефон, да, чё, чё там про телефон, а ты думаешь, какая же тварь сальвала, а не поймёшь, большинство, ну там этнические группы же, большинство таджики, дагестанцы, чехи, русских мало, и всех русских, сукуны, вообще, какие-то, ну, единицы нормальные были. Грёбаный экибастуз, наседка. Какая ты наседка? Что с головой? Я тебе не брат, рванина поганая. Я реально говорю, с лагеря 4 человека нормально за 4 года, за 3. Я год в Москве просидел на Матроске. Ну, пока в этом... Я же думал, я на Матроске сидел, вообще в усы не дул с телефоном, вот так вот, алё-малё, бля, пиздец, ещё на лагерь приеду, мне всё будет круто. И тут, блядь, как Карелия, блядь, я такой, хуй, она полторы, ну, она полторы тысячи километров находится, а по закону, да, даже 600 не имеют права. То есть, вообще, просто, ну, закон... С другой стороны природа, Паш. Да, там очень хорошая природа, да, там ёлки, там снега много, блядь, ну, я ебал, это... Ну, вообще, этот курорт, этот курорт я ебал, вот, на самом деле. Смотри, мне Серёга Армян рассказывал давным-давно ещё, что вот, когда ты как раз вышел, он с тобой договаривался про концерт, делал у тебя какой-то концерт, типа, и не знал, вот только-только ты вышел, и типа, ну, такой, я вроде договорился, мне он говорит, подъеду к девяти, вот, и время что-то уже там, что-то без пяти, блядь, и я не понимаю, нет, а вот тут хуяк появляется, и народу до хуя собрал ты тогда по тем временам, то есть, ну, для тебя. Да, да. Как для тебя было возвращение? Я охуел, на самом деле, 30 тысяч он мне заплатил, а народу просто пизда, можно было падать со сцены, тебя один хуй поймает. Мне некуда было упасть. Да, сэвни, вставом, ну, мы в клуб заходим, я, как бы, я к началу, ну, не видел смысла приходить, ну, я говорю, во сколько я выступал, он мне сказал, где-то там, без пяти, я такой, ну, все, блядь, так, салвизу, приехали. Он, пришивал, боялся, что я там не приеду, там, ой, блядь, там, пиздец. Ты считаешь, билет продан? Ну, не, ну, билет продан, нахуй, блядь, там же не только, я, там еще выступали. Слушай, одно дело не только. Я хуел, просто, когда на меня реакция пошла, то, что я нихуя себе, ёпта, я просто могу вот ему плюнуть в лицо, а он радостный еще будет, чувак, я, это пиздец, меня это реально удивило. Потом, ну, постепенно начало уменьшаться, потому что, как бы, блядь, всегда так, первый раз он, как бы такой, ну, людям интересно, а второй раз уже там, уже вот как истинные фанаты, там, надо что-то новое, что-то придумывать, там, поэтому. Вот, когда ты вышел, увидел обратную реакцию публики, ты понял, что будешь дальше продолжать. Да, я не хотел же вообще, я, у меня просто случайно позвали, блядь, я такой, ну, и просто прикололся чуваку, говорю, тридцатка, он такой, да, да, да. Тридцатка охуенно. Да, А у него 90 в кармане. У него такая котлета была, когда он отсчитывал, просто, он по тысяче мне так, и просто я смотрю, ну, там он нормально собрал, он там 1500-1300 вот так было. Это армяне что-то хотел, они все же в продаже. Не, не армян был, там не армян был, армян был тогда, ну, присутствовал, но организатор был другой, такой карапуз, забыл его, bullet production, что-то такое. Не помню, ну, и хер с ним. Да. Вот смотри, и дальше у тебя пошла движуха, пошло все интересно, ваша техника, я не помню, в какой момент я попал, но я у тебя концерт на трех, наверное, был, или на четырех. Да, я у тебя был. Михаил, я здесь. Вот. я контакт взрываю, загоняю порт, через фольгу, пять лет его потом колбасил и откислый, колбасил и откислый, пять лет его походу. Паузу, паузу, паузу. Я у тебя концертах на трех, на четырех был. Могу забавный случай тебе на камеру рассказать про группу «Цена смеха». Помнишь, было так? Конечно. Короче говоря, сейчас мы будем покупать блейзер, двойной шот, чтобы передача ревизора от... Да, кинуть, да. Вот, и они их вдвоем не пускали, они приехали к клубу, их вдвоем не пускали. Все, я поэт летом у меня... Да, вот я к тебе как раз и заходил, говорил, там чуваки тебя какие-то ждут, ты такой, да пошли они нахуй. Ну, их не пускали, они реально охраны... Они обожрались там сильно. Самый прикол был как раз в том, что мы стоим, один вроде как уже протрезвел, я говорю, ну, проходи. Вот. И он говорит, ну, а друга? Я говорю, блядь, охраны пропусти, блядь, он потом со мной будет хуёво, я как в клубе же работал в Бруклине, вот, потом будет хуёво со мной отношение, типа, блядь, он не пропускает, а я тут типа даю указание, блядь, в следующий раз он тоже так же нахуй меня пошлет, блядь, когда я скажу кого-то вывезти. Вот. И вроде я такой уже все, собираюсь чувака пропустить, и он такой, что ты с ним разговариваешь, пошел он нахуй! И я такой говорю, ну, ты понял, почему он не войдет? Он такой, ну да, я-то могу, я говорю, ну ты входи, все, вошли, и все, мы стоим, он такой, чувак начинает трезвить такой, блядь, братан, 300 рублей есть, давайте, я говорю, нет, какие деньги, блядь, ну, 400, я говорю, блядь, ты меня нахуй послал, я говорю, какие деньги, блядь, 500, я говорю, блядь, все, заебал, стоял, 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 блядь, у меня два косаря, больше нет, пропусти меня, пожалуйста, я такой, нет, я тебя не буду пропускать, все, стоим, стоим, и вот момент, тишина такая, люди покурить выходят, ты еще не выступаешь, тут у тебя днюха была, кстати, да, да, ты не выступаешь, люди какие-то покурить выходят, и тут он такой, знаешь, вроде как бы, в шутку, блядь, вроде как бы, и всерьез такой, бля, давайте, хуй отсосу, и, блядь, в этот момент тишина, блядь, и все просто слышат эту фразу, блядь, и он понимает, что все ее слышат, такой, блядь, чувак, это прикол, иди нахуй отсюда, нет, это жесть, ну, он, он может, я, ну, не знаю, кто из них, я не двоих не разбираюсь, вот, да, прикольно, так вот, тебя там кто-то узнал же из них еще, кто-то, ну, они такие, они, да, ты же с КВТ, типа, ты на КВТ похож, я говорю, не знаю, бля, ну, похож, посмотри, обязательно, я говорю, ладно, посварю, ну, там не суть, как бы, я-то к ним нормально отношусь, мне так, просто как угарную историю рассказал тебе, Чувак, я у тебя член по сосу, хорошо, эу, да, нет, убирайся отсюда, уходи, мне было больно смотреть, как страдает мой черный народ, дальше я, смотри, что наблюдал, просто хотел, чтобы ты прокомментировал, почему так происходило, дальше я наблюдал такую картину, то есть, все круто, ты собираешь народ, народ приходит, какие-то малолетки, да хуи еще, у тебя группа разогрева, которые, по сути, нахуй там, не нужны даже, я не знаю, как, ну, там, например, убитый хор там какой-нибудь, да, ребята, вот все выступают, у всех все круто, все, там, ну, просто тусовка как бы общая идет, потом этот был, из дома 2, Коль Должанский, вы с ним херачили, очень крутой, вот я на этом концерте тоже был, причем мы с ребятами приходили, с этими, если ты смотрел фильм, курорт, провинциальная история Х, вот мы там с актерами, и режиссером приходили, они угорали, блядь, долго, то есть, ну, им было интересно посмотреть, что за паштехник такой, а во-вторых, там как бы Должанский еще вышел, и вообще-то все обоссались с кипятком, очень крутая, очень крутая идея, очень круто получилось, я считаю, что, ну, из тех концертов, на которых я был, это самое крутое. «Ах, подущим, подущим, гадрик, раз, отсюда! Ненавиды и люди, и люди, вы, 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 и хуёв, вы, вы, Было мало народу, но это был вот тот период, когда, наверное, ты начал на всё хуй забивать. То есть ты, в принципе, и так вроде бы не особо-то сильно, блядь, занимался всем. А здесь ты вроде бы начал хуй какой-то забивать. Какие-то, блядь, люди, которые там какой-то хардкор, блядь, играют электронные, что-то ещё. Ну, то есть, блядь, я вот начал осознавать, что люди, ну, меняются. То есть они один раз на тебя сходили, второй раз они не идут. Вот новая, какой-то виток. И вот был совсем пиздец, прям, когда вообще хуй поймёшь, что за люди приходили, какие-то малолетки. Ты там что-то вроде, даже выступал ты круто, по моим меркам, я считаю. Ну, блядь, что-то прям вот катилось всё в какое-то дно. В какой момент? Ты осознавал, что это, блядь, ушло в какое-то дно, блядь? Да, я это же наблюдал. Последний концерт, когда я был, вроде как бы всё возвращается нормально. А там что-то, ну, бывает, может, там... Из-за чего? Из-за того, что ты часто начал где-то выступать? Да, и часто, в Москве очень часто, каждые три месяца. Это тоже, блядь, ну, неправильно. А им же что надо-то? Фотографию, блядь, селфи, селфи. Фотку, хуй там голые, блядь. Да, если это, биздец. Или халявный вход. Ну, халявный вход это всем. Это пиздец. Там придут даже деды, блядь. На им лишь бы, блядь, вот халяву, пиво там, халяву. Ты жалеешь о том, что старые какие-то люди не ходят сейчас на твои концерты? Да нет, на самом деле, я считаю, лучше вообще не ходить на них. Я сам свои концерты ненавижу, потому что меня бесит вообще вот это вот. Ну, блядь. Тебе что нравится? Тебе нравится само ожидание концерта? Как вот что, ну, вокруг шумиха какая-то, Паша Техник приезжает. Не, мне нравятся деньги, деньги. Да, когда дают деньги. А само выступление похуй? Не, если дали деньги до выступления, то оно будет жить. Охуенно. Если после, то я на отъебись просто. Я сейчас под фанеру хуярю, под плюс просто. И мне похуй. Просто хуярю под плюс, я могу там даже другие слова орать, вообще да пизды. Ну, народ халывает все равно, халывает. Мне прям засовываю в рот так много, и откусываю, и чуть-чуть во рту. Я опять типа, пытаешься побольше зацепить, а у меня просто невозможно. Рот соскользает в этой хуйни. С Никитой разговаривал, а Никита сказал, что, говорит, иногда я, блядь, пою вместо Паши. Ну, бывает, да, он нам стоит, он там еще так за клавесином заедем, монитором, блядь, там. И он еще, я ему говорю, вот не ставь вот эти треки, вот эти вот. А он специально их ставит, там, пять минут назад, вот этот минус, блядь. Я говорю, ну, нахуя, я сочиняю, ну, ходу, блядь, меня бесит уже фристайлить, блядь. А он, нормально, нормально. Там Кармен, блядь, ну, для разбивочки, там, Луден Гудбаев, все дела, ну, обязательно. Но это... Это у нас, как бы, открытие сейчас, значит, скоро выйду. Чтобы краска хорошо легла на футбол, мне придется пройти в другой кабинет. И сделать... Отсос закончен. Ну, я не знаю, знает кто-нибудь или нет эту историю, но вот у тебя, вот, да, будет на Камеди ТВ, правильно это? Камеди ТВ. Ты можешь в двух словах рассказать, что там такого? Ну, вот, прям... Я не знаю, они сами пишут там сценарии, выдумывают. А от тебя что требуют? Стебаться над всеми. Ну, просто делать то, что ты всегда делаешь. Типа там приходит дворник, блядь, я этот, киргиз какой-нибудь специально там на... Вообще, я предлагал улицу, то есть, чисто улицу снимать. Ну, чтобы на улице доебываться, до людей. Вопросы какие-нибудь тупые задавали. Ну, блядь, то, что не повторять, блядь, ни босса, там, никого другого. А так там, типа, как хотели сделать, профессии, типа, я осваиваю. Ну, тут дворник, вот, он приходит, там, киргиз, там, еще гельме-мегельме. Я его там, еще на английском с ним разговариваю, стебу его. И потом мы пиздуем, короче, он за метлой там показывает. А, то есть, ты осваиваешь профессию? Да, профессию, да. Там, слесаря, там, что-то мы там придумали. Ну, это мы будем... Когда примерно должно запуститься? Съемки тогда будут? Контракт я сейчас должен, этот самый, до конца, да, я ННН, блядь, свой не мог найти. Классическое. Нашел, дал ННН, все, сейчас заполняется, Никита приедет, и через 10 дней уже начнется съемка. Я сам, ну, по идее, 10-15 дней, он сказал. Я не знаю, сам жду, пиздец, ну, конечно, там, блядь, бабки такие предложили, ёпты. Плюс, там, ну, короче, там больше, блядь, 200 тысяч, блядь, ну, это же заебись. Ну, охуенно. За то, что я, блядь, просто буду. Главное, от меня требуется быть, ну, не в такую Калину, в которой был я вот в этих, в тех передачах. В проездах. Да, потому что там я бы вообще сам себя вот так вот, блядь, ну, пиздец. Слово не могу. Поздравляю, 2018-й. Ребят, меня зовут Паша Техник, я ваш новый президент, 2018-го года, у меня дикция хромает, потому что я пью шампанское кристалл. И просто каша вот эта вот, ну, видно, что я там. Ну, понятно, что, да. Сжатый, блядь. Но непонятно чем, это охуенно. Чё, пьяный, ёпты, не ебёт. Человек выпил он шампанского, дохуяйся. А я тоже всегда смотрю, блядь, все вот объёбанные шампанским ходят. Да, не, 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 ну, зрачок-то нормальный, зрачок-то остаётся прежним. А есть такие, которые, как я недавно на скейт этом мероприятии попросили, ведущим побыть в мегафон, орал. Пиздатая хуйня, кстати, там кнопку нажимаешь, он, это, ментовская серия. Пиздатая хуйня, блядь, ну, для меня, я просто, я просто берусь через рон, включаю через интернет, там, сеты, блядь, которые никто не знает. И всё, и просто, и просто, да ёпу, лохов, блядь, считай, кручу, эффекты только, и всё. А они же не знают, они приходят, песен-то никаких, они знают, вот, русских там, кто там делает. Ну, классические какие-нибудь артисты, диджеи. Да даже нет диджеев, нет людей, которые, вот Лаки, например, он играет живую на АКА, он может сыграть всё. А там люди, у них пионер вот это вот с двумя блинами, и всё, блядь. То есть, у него с компа всё выставлено, это вообще пиздец. Я хоть что-то изъёбываюсь. А люди, я просто заметил, ставят, блядь, чужие треки, ну, я думаю, а чё я, блядь. А я андеграундный рейв нашёл, блядь, хэппи-хардкор, там, 89-го, самый такой. И пошёл. Да, выебал они там все, у-у-у, уже по поясу, здесь, там, свистки, я, ой, ёп твою мать, блядь, приехали. Ну, блядь, реально, самая публика удивительная, это юность, там, старость, вот эти вот футболки. Это, блядь, пиздец. И вот этот мефедроновый запах просто по всему клубу, блядь. Просто, чё у вас, да, меф, меф. О, так, 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 держи. Здравствуйте. Всё, кино не будет, электричество кончилось. Смотри, вот у тебя всё есть, всё налаживается, съёмка... Да, сейчас всё растёт, хайп растёт, пиздец, я чувствую это, да. Чего ты ожидаешь в конечном, блядь, к чему ты хочешь прийти? Ну, блядь, да ни к чему, чтобы просто лавэ нормальная, приходили и всё, ёп твою. Потому что музыка, она не будет моя популярной, но она будет, как бы, иметь место, блядь. Потому что, по крайней мере, я считаю, я имею место, чем повторять друг за дружкой, как вот эти всякие говно-рэперы, которые на новом рэпе их выкладывают. Ты просто листаешь, включил одного, потом второго, третьего. Версус меня вообще, нахуй, не интересен. Я вот стал известен, самый хайп после Версуса у меня пошёл. У меня, нахуй, вообще просто не интересен. Потому что два мудака, блядя, которые обсирает там, маму ебал, он даже ему ничего там не въебал в ответ, блядь. Мне это непонятно, я просто... Когда ко мне бы вот так подошли, вообще впритык, блядь, я не знаю, что бы я сделал, но пиздец. И поэтому меня и не берут, во-первых, после того раза, и это... Но деньги там тоже неплохие вроде платят, я слышал, там, демаста 300 тысяч, что ли, заплатили. Ну, есть плюсы, есть и минусы. Ну, да, блядь. Но зато я хотя бы в любом городе собираю народ, блядь, и меня удивляет. То есть, блядь, пришёл там, хоть Нижний Новгород, там, блядь, ёпт, этот... Как думаешь, это долго продлится? А вот это я, блядь, не знаю. Ну, по твоим ощущениям. Я, как я думаю, если делать альбом, хороший всё время, у Гуфа-то всё нормально, держится парень-то, блядь, харизма, и плюс это... А может, перейду на ТВ, вот уже, там более денег, ну, более проще денег заработать. Поле, ну, как-то открывается, блядь, да. А петь всегда смогу, ёпт, чё я рэп-тим бы. Слушай, ну, я желаю тебе успехов в этом во всём. Надеюсь, что твой образ жизни приведёт тебя к тому, что ты сможешь полноценно себя обеспечивать поездками, питанием, не знаю, всеми плагами. Конечно, что в Доминикану-то летать надо как-то. В Доминикану обязательно. Ваш техник не может не отдыхать, я считаю. Да, я... А я вот только вот слетал в тур с Никитой, и потом в Доминикану только пришлось работать на тур, блядь. А ЛСП, например, один концерт, он может улететь, блядь, хоть на Кубу, и... Ну, совсем другие. Будем желать... Буду стараться. ...новых высот покруче, чем у ЛСП. Ну, да, от души у тебя тоже, братан, от души, чтобы вы там... Программа «Из глубины».